Всем привет, друзья! Наверное, многие видели эту фотографию, на которой изображен пленный летчик. Но мало кто знает, кто это и дальнейшую его судьбу. Сегодня мы это рассмотрим. В 1942 году в немецкий плен попал советский летчик, герой Советского Союза Яков Антонов. В его судьбе до сих пор много загадок. Родился, будучи, летчик-истребитель 24 января 1908 года в деревне Малахове, ныне Солицкого района в Новгородской области. Участвовал в зимней войне в Финляндии. Будучи помощником командира эскадрильи 25-го истребительного авиационного полка, 59-я истребительная авиационная бригада, 7-я армия, Северо-Западный фронт. Старший лейтенант Яков Антон с 6 декабря 1939 года по 19 февраля 1940 года произвел 58 вылетов на разведку в тыл противника. На штурмовку его аэродромов, скопление войск на сопровождение бомбардировщиков. Участвовал в пяти воздушных боях, сбил один финский самолет лично и два в группе. Будучи порторгом эскадрильи, умело выполнял партийно-политическую работу, личным примером воодушевлял воинов на подвиги. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое выполнение задания командование на фронте борьбы с белофинами и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Антонову Якову Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» номер 491. Затем служил в строевых частях ВВС. В августе 1941 года участвовал в операции по воду советских войск в Иран. В боях Великой Отечественной войны с 11 августа 1942 года командовал 84-м истребительным авиационным полком, 4-я воздушная армия, участник обороны Кавказа, воздушных побед не имел. 25 августа 1942 года майор Антонов был сбит в воздушном бою под Моздоком, но выжил и оказался в немецком плену. Не так давно в архивах был обнаружен интересный и по-своему трагический снимок. На нем изображены советский летчик со звездой Героя на груди в окружении пилотов Люфтваффе. Снимок во многом необычный. Обычно на такого рода фотографиях мы привыкли видеть ухмыляющиеся рожи немецких солдат и офицеров, захвативших пленных. Но тут на лицах асов Геринга читается уважение и сочувствие к захваченному пленному. Военный Юрий Звягинцев у Героя Советского Союза Антонови. В справочнике о Героях Советского Союза, например, говорится, что командир авиаполка майор Антонов погиб в воздушном бою 25 августа 1942 года. Начальник штаба 88-го истребительного авиационного полка генерал Шпинякин писал в своих мемуарах об обстоятельствах его гибели. 25 августа предстояло нанести штурмовой удар по вражескому аэродрому в районе Моздока. В нем участвовало 9 самолетов нашего полка и 8 соседних И-153, боевой порядок которых возглавлял командир 84-го авиационного полка Герой Советского Союза майор Антонов. Стояла ясная погода и на фоне белоснежных вершин Кавказа наши самолеты превратились в весьма заметные для врага черные мишени. Так что мессеры уже поджидали их в воздухе. Судя по всему, это были модернизированные МЕ-109Ф, которые легко маневрировали и даже не боялись идти в лобовые атаки. 20 вражеских самолетов вели бой против наших 17-ти. И все-таки минут через 10 схватку первыми не выдержали напряжения фашистские летчики. Один за другим начали падать на землю горящие мессеры. А бой над гитлеровским аэродромом тем временем подошел к концу. Помимо радости победы он принес нам боль невосполнимые утраты. Немцам удалось сбить два И-153 и на одном из них Якова Ивановича Антонова, прекрасного летчика, опытного командира. А вот выдержка из воспоминаний героя Советского Союза Сухова. Враг на Кубани рвется к бакинской нефти. Бои идут в предгорье Кавказа. 25 августа 1942 года с боевого задания не возвратился командир полка, герой Советского Союза, майор Яков Иванович Антонов. Его чайку атаковали и подожгли мессеры. Командир выбросился на парашюте. Механик самолета, сержант Афанасий Басенков, долго возил с собой личные вещи командира, надеясь, что он жив, что он все-таки вернется. В полку было заведено, и если авиатор погиб, друзья берут на память что-нибудь из его личных вещей. Басенков счел кощунством даже открыть командирский чемоданчик. Причувствие не обмануло Басенкова, его командир выжил. Работая над книгой и просматривая одну из публикаций Антелевского, случайно обратил внимание на фотографию, на которой был изображен наш пленный герой, беседовавший с немецкими летчиками. Оказалось, что эта фотография впервые была опубликована Боном Хендерси в его книге «Красный феникс», которая вышла в США в 1982 году. В 1987 году Хардести побывал в СССР, имея намерение переиздать книгу на русском языке, с предисловием Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Решетникова. Во время встречи с ним Хардести подарил генералу свою книгу, и тот узнал на одном из фотоснимков Антонова. Был ошеломлен, ошибки быть не могло. Советский белобрысый летчик с двумя майорскими шпалами, с обработанными ранами на лбу и золотой звездой Героя на груди, стоял в окружении заинтересованных немецких летчиков. Это был, несомненно, Яков Антонов, считавшийся погибшим. Кто-то предложил тогда генералу сообщить родным в Новгородской области о том, что Яков Иванович не погиб в 1942 году. Но Решетников не сделал этого по вполне понятным соображениям. Поэтому и сегодня мало кто знает, что майор Антонов выжил после этого боя и попал в плен. Со слов Решетникова известно, что Антонова видели в моздокских лагерях, и что он бежал оттуда, после чего его следы окончательно потерялись. Поиски в ведомственных архивах Центральных учреждений военной юстиции также ни к чему не привели. В материалах следственно-судебных дел имя Антонова нигде не упоминается. Судя по всему, в поле зрения наших органов он никогда не попадал. Но, возможно, какие-то сведения о плененном Героя сохранились в немецких архивах. Надежда всегда остается, ведь и в наши дни продолжает возвращаться из небытия имена участников минувшей войны. Продолжается поисковая работа. Из воспоминаний немецкого аса Гюнтера Раля. В книге немецкого аса Гюнтера Раля есть эпизод, который очень похож на то изображение. 25 сентября 1942 года во время второго вылета мне повезло. Около половины пятого я сбил ЛАГ-3, совсем недалеко от нашего аэродрома. Его пилот сумел выброситься с парашютом и спастись. «Унтер-офицеры моего штафеля сразу же поехали на машине к месту его приземления, чтобы его захватить». Русский приземлился на одном из огромных подсолновых полей, которых в этих местах было множество. Он был быстро окружен, но его сумели взять только когда он расстрелял по нашим все патроны из своего пистолета, но, к счастью, не причинив никому вреда. После того, как ему обработали резаную рану на лбу, которую он получил, выпрыгивая из самолета, его доставили ко мне. Я как раз находился у радиомашины, слушая переговоры пилотов. Русский чертовский юн, так же, как и большинство из нас, ему едва за 20. Свои прямые светлые волосы с высокого лба он откинул назад, чтобы освободить место для двух огромных компрессов, покрывающих его порезы. В умных карих глазах отражается гордость и разочарование. На его губах играет легкая улыбка. Его грудь украшена тремя орденами, из которых мне известна только одна. Она называется Герой Советского Союза. Так вот, как они выглядят на самом деле, представители монгольских степных орд, как представляет их пропаганда. Тем самым не до человеки, к которым недопустимо гуманное отношение. Перед нами воин, который сразу же вызывает уважение у любого, кто сам является воином. Я тогда саркастически подумал, что порой с врагом тебя может роднить больше, чем с некоторыми людьми из твоего окружения. Капитан Антонов боится. Предложенную сигарету он сразу же отложил нетронутую в сторону. Но когда я сам закурил одну, то он немного расслабился. Наш чай холодный и свежий, налитый из чистой бензиновой канистры, вызывал у него недоверие, пока я сам на его глазах не выпил чашку. Мы нашли одного фельдфебеля, переводчика, и сидели вместе, разговаривали о нашем воздушном бое, об идущей войне. Мой противник прекрасно держится и полон достоинства. Он не делает ни малейшей попытки заискивать или втираться в доверие. По его словам, можно понять, что политофицеры ВВС рассказывают о нас то же самое, что и в Красной Армии. Пропаганда рождает ненависть, ненависть рождает жестокость. Жестокость рождает новую пропаганду. Чертов замкнутый круг. Советский летчик остается у нас еще несколько дней, так как нет возможности его отправить. У нас нет ни желания, ни возможности держать его под замком. Под ответственность нашего штафеля он получает довольствие, как любой другой летчик, и может свободно перемещаться по аэродрому в деревне Солдатская без постоянного надзора. При таких условиях он и не пробует бежать, оценивая такое отношение с нашей стороны вопреки всем предписаниям. Своим побегом он причинит нам неприятности и понимает это. Позже мы посадили его в самолет, везущих раненых в лазарет, и тогда он использует удобный случай. Как, мы не знаем точно. Но капитан Антонов точно не прибыл в место назначения. Скорее всего, он воспользовался немецкой шинелью из тех, что перевозили на этом самолете, чтобы затеряться и бежать. В этих мемуарах совпадает лишь фамилия советского пилота. Не совпадает ни дата, ни звание, ни марка самолета, на котором летал Антонов. Антонов, напомним, летал на знаменитой «Чайке», устаревшем биплане И-153. Дата, когда был сбит герой – 25 августа. Антонов на тот момент никак не мог быть молодым пареньком едва за 20. Ему было 34 года, и он был майором, а не капитаном. Возможно, Раль описал другой случай, а фамилию спутал и забыл детали за давностью лет. По одним данным, после того, как Антонов оказался в немецком плену, он был переправлен в лагерь для военнопленных под Моздок, откуда бежал. По другим, бежал до отправки в лагерь. О его дальнейшей судьбе достоверных сведений нет. Официальный советский ас считается погибшим 25 августа 1942 года. Вот такая у нас сегодня была история, дорогие друзья. Пишите свои комментарии, что вы думаете. С вами был Дмитрий и канал «Чтобы помнили». Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok